Привет всем! Сегодня долгожанная рубрика «Скоро-сорчевого мастерства». Сегодня будем заряжать патрончики, а в основном будем заряжать пули. Пули у нас полива. Полива у нас получается 1-12. Самый стандартный вариант – наши пули. Их очень много разных. Посмотреть, из чего она состоит, из чего хвостовик и самопуля свинцовая. Также она имеет, кажется, оболочный австердант или как его честно говоря называют уплотнитель. Сейчас будем заряжать. К дильзам я беру новые платпули. Не дутые, ничего. Сами видите, 19 полива. Капсюля берем усиленные. Видите, снаббавка. Это раньше мы добавляли туда форох. Но это автомат, по-моему, капсюля. Я не ошибаюсь. Сейчас берем капсюль, берем молоток и забиваем в дильзи. Шучу. Берем такую штушку. Она уже походила у меня известно. Досталась от папки. Вот смотрите, сколько было запечатано. Вот. Правда плохо устойчиво. Вот так вот. Да. Опа. Упал. Все идет. Ставили сюда бидру. Вот. Вставляем капсюль. И молотком. Будь сам какой-то вариант. Вот. Сейчас попробую. Так. Получится, нет одной рукой загнать. И туда нет, не получается над двумя руками. Будем звать помощника. Вот. Пошел помощник. Паузу поставил. Вот. Пошел помощник. Стало проще. Презагоняем ее сюда. Вот. Как родимая. Делаем заподлицо. Чтоб было чистенько. Гель застоял. Как у меня четыре пули. Будем делать четыре заготовки. Потому что больше нам не надо. Все элементарно. Вот. Ставим здесь гельцу. Ставили капсулу. Уфилеем подогнали. Вот. Сегодня на охоте был такой конфуз, что были осечки. Пули старые. Перезаряжать некогда было. А вот сейчас временно шло, что, как говорится. Соптивый хлор взлетел. Вот. Четыре штуки мы приготовили. Так. Дальнейшие. Пули у нас заряжаются от двух с половиной до трехсот грамм. Вставляем на весе. Так. Немножечко надо на банку. На весе. Сразу видите. Ну, банка шесть грамм весит. Так. Да. Подковырни. Так. У нас есть такой измерительный прибор. Еще до исторических времен. Так. Тут на пять грамм нарисовано. Не знаю. Сейчас поизмерим. Нам надо три грамма пороха. Блин. Маловато. А нет. Три грамма. Вот, смотрите. Все. 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 Значит, делаем пять и пять по мерке. Так. Где ты? Так. Сейчас вот так вот сделаем. Валяк нам по баночке какая-то жирноватого у нас полку. Воспим обратно. Ставим сюда. Все. Вот оно да. Там мерка еще, по-моему, одна лиза была. Делаем в роли. Так. Хоп. Изменяем. Так. Все у нас. Два грамма. Чуть-чуть. Эти сборочкой. Два грамма пороха, это мало. Довем сборочкой вот так вот. Вот три грамма. И все. Можем засыпать. Так. У кого есть маленький желобок. Наверное, его возьму. У меня есть. Проношу, да? Все. Пошел? Вот. Взяли маленький желобок. Это у нас желобок от заливания в банку. Ой, в банку. В этот. Вафляжечку. Вот теперь. Конечно, так неудобно. Он не точно высыпается. Мы будем считать, что мы тут точно высыпались. Сейчас. Поверьте, измерим сколько. Баночка 6. Если о чем? Выключился. Теперь. Ага. Вот он-то нам остался. Лишнее грамма. Вот все. Нет, еще есть. Нет. Как раз. Так. Где у нас порт? Делаем еще раз. Замер. Вот полно это. Десять грамм дома. Вот десять грамм дома. Все. Не надо нам никакой этот. Так же этот высыпаем, чтобы готовить. очень. И сейчас заряжаем горочкой. Вот с такой горочкой. Два. Три. Три. Два. Четвертая. Все. Четвертая. Вот четыре. Заготовочки у нас. Порох убираем. Не нужен пока. Так. Кто скажет. Как мы будем заряжать. Кто будет прокладки ставить. Кто чего. Если смотреть. У нас получается. Пороха. Вот. Если поле вот так закручиваем. Как раз. Да. Хватает. Можем ставить без прокладки. Для лучшей герметичности. Я поставил бы прокладку. У меня блин. Жестких нету пыжей. Такие все древесные волокнистые. Аля. СССР. Еще. Выпущенные. Блин. В каком. В 80. А. В 75 году. Древесные волокнистые пыжи. Будем заряжать. Так. Берем. Так. У нас. Летят. Нет. Вот так вот. Пахули у нас. Вот здесь. Вот здесь. Вместо. И. Также. Закрываем. Прикрываем. И. Вставляем. Так. Это довольно плотно. Они вставляются. Неправильно. Мне кажется неправильно. Подпулю ставим. Что-то она больно это. Непопулю приподнять надо. Где так. Нет. Очень неправильно поставил. Спышь. 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 Нет. Не ставили. Что-то неправильно. Давно. Извините. Не заряжал. Сейчас. Нет. Мне кажется все таки вот так вот. Надо было вставляться. Сейчас пулю немножко вытащим с этого. С островика. Вот так вот. Она просто сильно рассадила ее. Вот. Да. Все четко. Транять в руках. Мухи говорит. Кур воровал ночью. Нет. Просто мы сегодня 10 километров прошли. Вот. Вставили пули. Это у меня идет. Это улотникер. Сдавляем сколько есть силы. Не боимся. Пуля на месте. Закрутка у нас ручная. Будем закрутить пульную. И такими же эвакуляциями будем эти пули заталкивать. Так. Берем закрутку ручную. Тоже а-ля 80-70-х. Сейчас где-то что-то тут написано было где-то. Цена у нее. Ну не видно. 12-й калибр тут написан. А цены нет. Что-то странно. В СССР обычно писали. Берем пустую гильзу. Нам что надо для начала разогреть. Чтоб матрица разогрелась вот туда. Все оставляем. И начинаем прогревать. А прогревать как будем? Закручиваем и раскручиваем. Туда-сюда гоняем. Короче. Греем матрицу. Чтоб она у нас закрутилась хорошо и гладко. Вот так вот. Раз-два. Раз-два. Мы погрели ее. Ну там недолго она поливается. Получается чтоб гильза начала сворачиваться. Значит матрица горячая. Берем пулю нашу. И загоняем сюда. Никаких прокладок сверху не надо ничего. Она и так получается у нас вакуумная. Что вода не попадет. Но эти конечно нырять не будете с ней. Под водой. А так под дождем не попадет. Делаем так чтоб не в наглое. А потихоньку закручиваем. Сильно будете заворачивать. Потом можно завернуть к саму гильзу. Она начнет сдавливаться и ломаться вот таким вот способом. Видите вот начало залом. Надо отпустить и завернуть. Потом в пятизарядке она иной раз не перезаряется. Застрянет в самом патроннике. Откручиваем и опять закручивается. Есть ручная, есть настольная закрутка. Кому это интересно, настольную закрутку могу сейчас показать. Правда она не под двенадцатая, а под шестнадцатая либра у меня. Так, ну в принципе у нас стенки поджали. Вот, стенки поджались. Видите вот это вот значение получилось. Потому что толком это не наберется. Ладно. Получилось. Я раньше маленький когда заряжал попать, учил меня на белку патроны. Мы вместо пыжей газетную бумагу сували. Потому что пыжей в то время было мало. Ну как, не то что мало, а дефицитное. Расходный материал набив губы. Потому что отец добывал в день по тридцать шестьдесят белок с собаками. Он белковал. И заряжать приходилось мне помогать. Вот. Заряжали мы в латунной гидре. И был мы его ждем, то в три-четыре двадцать восемь. Замечательный, штучный вариант. Из него он много добыл и белки, лося. Глухаря много гуся бил. Ну, зашло его время и он забрал его вместе с собой. Теперь он находится там. На небесах. Вот так вот. Вот такие, получается, у нас поля. Ну ладно, докрутить буду я сам. Посмотрим, может дробовые еще заряжу парочку. А так, подписываемся на канал, ставим лайки. Пока, пока. Всем удачи. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok